Гость Андрей Кулик с обзором киноновинок. Доброе утро, Андрей. Доброе. Рассказывайте. Ну, во-первых, всем настоятельно рекомендую, всем взрослым зрителям, французский триллер психологический, называется «Материнский инстинкт». Точно материнский. Материнский инстинкт. Не путать. Две соседки, подруги, ну они как родные просто живут, дома по соседству, только вот живая изгородь их разделяет, и у них сыновья, сверстники, и они как братья растут. Но, ну я уж, это не спойлер, это происходит достаточно быстро. Один из этих мальчиков погибает, и его мать винит в его смерти вот свою подругу. И вроде бы у них, ну, сохраняются какие-то, ну и вот... Дружеские. Мать погибшего. Тоже как бы вот опекает вот этого друга погибшего сына, но у его матери возникает чувство, что она хочет отомстить, что она именно на мальчике отыграется. И вот как она... Она не может ей ничего предъявить, но сгущается, сгущается напряжение. Я даже не буду дальше ничего рассказывать, но эта вещь, это вот просто... Ну, драма. Ну, уже понятно, что сложно. У мальчика две матери, они ненавидят друг друга, еще одна его любит, и в это же время ненавидит. Да. Ощущение, что ты уже посмотрела этот фильм. Ну, так видна же, как бы драматизм виден. Я вообще все было... Я раньше все рекомендую, вот, ну, это для взрослых. Детям там... Так, далее. Далее, бойцовский клуб. Еще один фильм для взрослых, да. Бойцовский клуб. Это не тот ли самый? Тот самый. Это лучший, по-моему, фильм Финчера. И Эдвард Нортон, и Брэд Пикт после этого просто, значит, стали звездами первой величины. Я этот фильм видел в прокате. Я помню, в январе 2000 года, как мы его посмотрели, и я на следующий день побежал опять смотреть. Потому что, если кто-то не видел, там такой финал, после которого хочется еще раз пересмотреть, уже новыми глазами, что же там на самом деле происходит. А есть люди, которые уже за эти 20 лет подросли, которые его в кинотеатре не видели. Вот возможность, вот фильм оцифрованный, отреставрированный, выходит в повторный прокат в России, и я завидую тем, кто впервые посмотрит этот потрясающий фильм. Потому что его надо смотреть. Если вы его не видели, смотрите обязательно. Это, ну, настоящее кино. Отличная идея. Через 20 лет точно такой же выпуск «Утреннего экспресса» мы с тобой проведем для тех, кто его не видел. Причем вот мы сейчас смотрели кадр, где один герой наносит удар второму герою, и как раз-таки это кадр, который был, скажем так, забракован, потому что попал по-настоящему. Брэду Питту, да, удар пришелся по-настоящему, но режиссеры оставили именно его. Дальше. «Робот-2.0». «Робот-2.0». Ребята, это индийское кино. «Болливуд». Да, это продолжение. Он вообще-то называется просто «2.0», но поскольку 9 лет назад был фильм «Робот», и он, кстати, был в нашем прокате, вот, дистрибьюторы решили его назвать «Робот-2.0». Дело в том, что злодей покушается на… Святую и святых, на мобильный телефон. Ну, как так можно? Это сердце над ней имеет. Все, это… Ну, и чтобы уже, как бы, этот трэш сделать еще более угарным, пригласили главного злодея озвучить Никиту Джигурду. Да. Ну, это что-то. Я вчера это посмотрел, причем Никита Джигурда прилетал в Екатеринбург и сам лично этот фильм представлял. Ну, знаете, это незабываемо. Моя жизнь больше не будет прежней. По-моему, от Джигурды больше впечатлений, чем от фильма. Да. Да, честно говорю. Нет, ну, серьезно, лучше на это время не тратить в кинотеатре. А посмотреть дома по попкору. Вот это не то, ради чего надо убить вечер. Но его можно в компании друзей, причем в компании большой, да, чтобы можно было обсудить, поржать и… Да, поржать. Слушай, это очень здорово, нет большего разочарования, когда ты приходишь и понимаешь, что ты потратил время зря, это могут быть потратить тем лучше. Я вот сразу говорю, просто ничего не житель. Поэтому суперсовет. Если вы, компания, решили где-то вот просто оттянуться, тогда да, но это не искусство, это не кино. Андрей, спасибо вам огромное, что пришли к нам в четверг, рассказали про киноновинки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!